В тюрьме захватили заложников. Пошли ребята. В Тургану, мы находимся. Пущала в Ростовском централе, когда наши братья. Первые новости о захвате заложников появились 16 июня в 9 утра по московскому времени. Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложнике двух сотрудников, гласило сообщение ТАСС. Даже не знаю, что ли подумать. На видео из СИЗО видны люди с бородами и флагом запрещенного исламского государства. На одном из них повязка маджахеда. Заключенные называют себя солдатами ИГИЛ. Преступники содержались в разных камерах, но между ними была связь, сообщил ТАСС. Со ссылкой на правоохранительные органы. Сбегаю из тюрьмы, ебать, да ну хуй. Побег, короче, варан. Близкие к силовикам телеграм-каналы сообщали, что захват заложников развивался по следующему сценарию. Операция по побегу началась в 3 часа ночи. Боевики заранее ослабили решетку камеры и, когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Он туда, короче, выходит. Затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников. Скажи пару слов, свои эмоции, ощущения. Им не настроено серьезно. Слушайте их. Преступники якобы смогли отобрать у всиновцев дубинки и пожарные топоры. На видео видно, что у них в руках заточки. По утверждениям государственных СМИ, захват готовился долго и координировался извне. Они как-то договорились, что один выбивает решетку, другой каким-то образом знал, где взять ключи. Это было все очень спланировано. СМИ пишут, что у них была с собой запрещенная символика. Где они ее хранили там? То же самое с телефонами у них. Отсюда масса вопросов к оперативной части. 10 утра. СМИ сообщают, что с преступниками ведутся переговоры. Заключенные требовали машину, оружие и возможность выехать. В это время российские силовики перекрыли всю прилегающую к СИЗО территорию. Вот такую вот ленточку натянули. 11 утра. Центр Ростова-на-Дону оцеплен. В город прибыл спецназ, а также руководство ВСИН. В СМИ стали публиковать имена и фотографии предполагаемых преступников. Трое из них, по данным СМИ, планировали теракт в Карачаево-Черкесском городском суде. Они были задержаны в 22-м году и в 23-м приговорены к 18-ти годам лишения свободы каждой. Стали известны также и личности заложников. Одним из них оказался начальник оперативного управления Ростовского областного УФСИН Александр Богма. Второй заложник – 23-летний инспектор Виктор Кончаков. Это готовится штурм. Готовится, видите, он в открытую. Готовится он еле-еле-еле. Это спецназ УФСИНа. Ближе к полудню, по местному времени, рядом с СИЗО началась стрельба. Близкие к российским силовикам телеграм-каналы сообщили, что начался штурм. И уже к 12-ти часам стали появляться сообщения, что все шесть захватчиков ликвидированы. Якобы трое сначала еще были в сознании, но скончались до приезда скорой. В говне, блядь, лежат возле мусорки. Тут, блядь, туда им, блядь, дорога. Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Игорь Амельченко рассказал телеграм-каналу «Шот», что СИЗО-1 переполнено, в камерах не было достаточно мест, также наблюдался серьезный дефицит сотрудников. Амельченко заявил, что в СИЗО регулярно пытаются пронести подозрительные передачки в одежде, каблуках и продуктах. Меньше недели назад в соцсетях УФСИН Ростовской области появилась хвалебная публикация о службе охраны СИЗО-1, в котором 16 июня произошел захват заложников. Служба охраны в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Центральный аппарат ФСИН проводит проверку в отношении СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги запрещенной ИГИЛ. В час дня стало известно, что обыски проходят у родственников преступников. По данным канала МЭШ, правоохранители рассматривают версию о том, что сотрудники внешнего персонала Ростовского СИЗО-1 могли помочь захватчикам в организации побега. Мы по факту можем говорить про то, что было страшнейшее нарушение режима. Есть такая практика, что обвиняемых в терактах сразу ставят на профучет. Это красная полоса в личном деле. В свою очередь, красная полоса означает круглосуточное видеонаблюдение в камерах. Ева Меркачева отметила, что захвата в СИЗО настоящими террористами в истории современной России еще не было. А что государственные СМИ? За все то время, что развивались события, они ничего не рассказали в своих новостных выпусках о захвате заложников СИЗО. Вместо этого в репортажах на «России-24» рассказывали о противостоянии России и Запада. Наше государство подвергается сегодня беспрецедентному давлению со стороны западных стран. Саша Шапалина для программы «Вот так». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!